Если кто-то подумает, что придя на выставку их будет ожидать напоминающий в школе урок русского языка, то этот человек глубоко ошибается. Данная выставка, которую организовала художница Таня Муравская, это своеобразный симбиоз русских слов, эстонских русскоговорящих людей, который отображает многие процессы, произошедшие в прошлом и существующие сейчас в нашем обществе. Выставка показывает язык и лексику как наиболее выразительное проявление идентичности эстонских русских. Коллекция слов собрана в тесном сотрудничестве с сообществом и Таллиннским русским музеем, но к ней также могут добавить свои слова и посетители выставки. Таня придумала такую историю, что у нас такое открытие идет первой недели, когда вы можете свои слова оставить в этих ячейках, а через неделю они добавятся к уже собранным словам с историями. То есть там как образец есть одно слово, например, батон, и к нему написана история, которая сопровождала это слово у определенного человека, который с нами им поделился. То есть мы сейчас собираем слова, но мы этим занимаемся уже давно. И стоит отметить, что данную идею первые посетители выставки восприняли на ура, поскольку как только кураторы объяснили принцип, то люди сразу потянулись к заветным ячейкам, чтобы вписать туда слова, запавшие им в душу. Так, например, посетительница выставки «Надежда» решила вписать слово «сельпо», и она объяснила, почему оно так дорого ей. Тут такая выставка необычная, и в этом-то смысле заключается, что какие-то свои воспоминания. А мне с этим словом социируется, в принципе, я человек, который в советское время застал, я помню, что это был очень серьезный термин «сельпо», а теперь оно употребляется, ну, как-то немножко в таком негативном, наверное, даже смысле. Как меняется время, как меняются слова вместе с временем. В рамках выставки можно также увидеть работы художников, связанных с Эстонией. Живопись и графические листы с текстами раскрывают культурный и исторический контекст использования русского языка в Эстонии. Особенно хочется отметить работы художницы Эви Перн. Их сопровождают дополнительные интерактивные информационные материалы, связанные с историей Эстонии. Ну а 26 января состоится кураторский тур и встреча с художницей Таней Муравской. Программа мероприятий будет опубликована на сайте Музея Феврале. Что же касается самой выставки, то она будет работать до сентября нынешнего года. Так что можно спокойно рассчитать свое время и окунуться в мир слов, которые в какой-то степени связывают русскую и эстонскую атмосферы. Сергей Евченков, Петр Юлевайн. Новости Таллина.